К середине весеннего сезона рынок загородной недвижимости Саратова обычно бурлит. Покупатели ищут, продавцы выставляют. Появляется все больше предложений об аренде, и каждый клиент может выбрать домик на свой вкус. Начинают скромные избушки в Поливановке и заканчивая шикарным двухэтажным коттеджем на Волге. Однако в этом году эксперты наблюдают необычное затишье. Впереди рубрика «Обзор прессы». Анастасия Калинина продолжит. Анастасия, вам слово. Спасибо, Елена. В ситуации с рынком недвижимости разбирались корреспонденты и эксперты на страницах московского комсомольца. Как сообщает издание, предложений о продаже и аренде дачной недвижимости много, а вот покупателей и съемщиков дачного жилья почти нет. Неужели мода на летний отдых в родных краях постепенно сходит на нет? Ответ ищите на страницах московского комсомольца. Клубы дыма рассеются? В летних кафе могут запретить курить. У любителей табака планируют отобрать последнее место, где они могли бы подымить за чашечкой кофе. Об этом сообщает российская газета. Стресс по телефону. В России появилась служба срочной психологической помощи для туристов. В последнее время все больше российских путешественников за границей попадают в стрессовые ситуации, свидетельствуют эксперты. В незнакомой стране без знаний иностранного языка даже обычная потеря гида на экскурсии вызывает панику. А что уж говорить о потере документов или травме. Чтобы помочь туристам в таких случаях взять себя в руки, в России начинает работать бесплатная психологическая помощь. Что же происходит в жизни звезд? В свежем номере теленедели читателей ждет эксклюзивное интервью со звездой Голливуда Анжелиной Джоли. Джоли поделилась с читателями теленедели о взаимоотношениях в семье. А еще актриса рассказала, что побудила ее пойти на операцию, чтобы предотвратить риск развития рака груди. Еще читатели узнают о закулисе главных кулинарных шоу страны. Они смогут прочесть, как подтрунивает ведущий Дмитрий Назаров над участниками шоу «Рецепт на миллион на СТС», сколько раз побывал на программе «Смак» на Первом канале у Ивана Урганта «Валдис Пельш» и почему семью Наташи Королевой ведущей программы «Время обедать» все ассоциируют с борщом. В журнале «Телесемя» 28 мая читайте. История любви Федора и Ирины Добронравовых. Карьера артиста сложилась только благодаря его жене. Журнал «Телесемь» приглашает на детский праздник «Гонка за сокровищами» в парке Липки, а также какие еще праздничные мероприятия ждут детей в первый день лета. Сегодня у меня все. А что нового интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия. Ну а мы продолжаем выпуск.